Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы ответим на вопрос в личной переписке. Может ли продолжать трудовую деятельность онкопациент? Ну смотрите, этот вопрос довольно широкий, обширный. Нужно понимать, какая стадия болезни, какой этап лечения получает пациент и так далее. Потому что если пациент подвергся тяжелой хирургической операции, понятное дело, что в течение как минимум первой недели у него будут ограничения от физической активности, от посещения и так далее. Иногда бывают токсичные виды химиотерапии, которые могут своими побочными эффектами вызывать слабость, плохое настроение, снижение трудовой активности. Поэтому при таких ситуациях необходимо уходить на больничный, потому что насиловать себя и тяжелым лечением, и работой в некоторые этапы лечения, это бессмысленно и нецелесообразно. Но в общих чертах большинство видов лечения, они не являются непрерывными. То есть всегда существует этапность какая-то. И, скажем так, большинство онкологических заболеваний не приводят к инваглизации. Они приводят к необходимости побыть какое-то время на больничном. Потом пациент, когда или выздоравливает, или даже если не выздоравливает, но попадает в стойкую ремиссию, он может продолжать свою трудовую активность. Ну и понятие трудовой активности, оно совершенно разное. Кто-то укладывает шпалы на железной дороге, кто-то там замешивает бетон, а кто-то трудится там удаленно на компьютере. Вот если деятельность связана с интеллектуальной, и если это не опухоли головного мозга, или если не принимаются препараты обезболивающие, которые вызывают еще и седативный эффект, то интеллектуальный труд многие наши пациенты выполняют даже через несколько часов после того, как вышли из наркоза после хирургического лечения. Уже не говоря о том, что, например, такой метод лечения онкозаболеваний, как лучевая терапия, она вообще ограничивает деятельность пациента только на момент сеанса, который может занимать там 10-15-20 минут. А весь остальной день, в общем-то, человек может трудиться в обычном объеме. Ну, на сегодня у меня все по этому вопросу. До новых встреч на нашем канале.